На календаре 21 июня Ровно 105 лет назад, 21 июня 1911 года, в поселке Кенель Самарской губернии бушевала огненная стихия. Как писали потом местные газеты, в три часа по полудню в районе железнодорожной станции загорелся сарай. Вскоре от него запылали дома на соседних улицах. Почти все строения в поселке были деревянными, и в тот злополучный день их полностью поглотил огонь. В итоге из 530 зданий, которые стояли на учете до трагедии, более-менее нетронутыми огнем остались лишь 26. Кенельский пожар 1911 года считается одной из самых серьезных огненных катастроф в истории Самарской губернии. В такой же июньский день 1970 года в Куйбышеве состоялся День фольклора. Первый областной праздник народного искусства. В нем приняли участие русские, татарские, чувашские и мордовские фольклорные коллективы из 13 районов области. А 21 июня 1982 года решением Президиума Верховного Совета СССР город Куйбышев был награжден орденом Ленина. Как говорилось в соответствующем указе, областная столица была удостойна высокой правительственной награды за большие успехи, достигнутые трудящимися в хозяйственном и культурном строительстве, активном участии в революционном движении и значительный вклад в обеспечение разгрома немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне. Сегодняшний день подарил миру многих выдающихся людей, в их числе. Российский поэт и общественный деятель, декабрист, товарищ Пушкина по Царско-сельскому лицею Вильгельм Кюхельбекер. Советский поэт, автор известной поэмы Василий Теркин, Александр Твардовский. Любимый несколькими поколениям зрителей, актер театра и кино Валерий Золотухин. А также создатель и лидер легендарной рок-группы кино Виктор Цой и другие. Если среди ваших друзей и знакомых есть Василий, Константины и Павлы, не забудьте поздравить их сегодня с именинами. А в старину 21 июня свой, как бы сейчас сказали, профессиональный праздник отмечали колодезники – мастера по рытью колодцев. Колодезную воду наши предки всегда наделяли целебными свойствами. Место для колодца зачастую определяли по утреннему туману. Где он на заре ложится, там и нужно рыть. Кроме того, в день Федора Колодезника крестьяне выходили на луга, чтобы узнать о будущем урожае. Богатая роса свидетельствовала о богатом урожае льна и конопли. Нередко в этот день случались грозы. Это не было хорошей приметой, поскольку такая погода предвещала худую уборку сена. Это были лишь некоторые интересные события 21 дня июня. Позитивного настроя и удачи во всех делах! Субтитры создавал DimaTorzok